зубы потеряли свой облик в общем у нас такое дело с вами нужно отбелить ей зубы вот она к нам пришла нам теперь нужно ее с это самое отвести к нам в эту стоматологию к нам в офис давайте откроем adobe photoshop cc так нажимаем здесь ok назначить профиль рабочего пространства rgb все здесь оставляем как надо нажимаем ok и вот наша пациентка со своими зубами уже оказалось у нас так сказать в рабочем кабинете да давайте теперь приступим смотрите что у нее значит зубами тогда какая-то налить налить какая-то желтая непонятно в общем нужно отбелить ее зубы а то действительно что-то как-то не особо да не особо в общем что нам для этого нужно сделать так для начала давайте вот здесь у нас вот окошечко такое справа вики фон написано это не хорошо это не должно так быть нажимаем два раза поэтому замочку два раза кликнули окей ушки нажали все теперь у нас это слой 1 слой 1 у нас теперь все очень хорошо едем дальше тут в общем много разных способов отбелить зубы много разных способов в интернете вообще их куча есть простые есть посложнее давайте начнем с таких более простых что ли так сказать до этих способов в общем для начала нужно просто выделить зубы тоже есть много способов можете выделить x при помощи вот инструмента лассо еще при помощи чего нибудь но я выберу инструмент быстрая масочка выбираем здесь инструмент кисть вот она у нас тут инструмент кисть так немножечко давайте увеличим диаметр этой кисти увеличим и начнем выделять зубки и зубки начнем выделять так у нас тут включена да вот черный цвет должен быть выбранный и начинаем вот так вот хорошенечко выделять зубы вначале вначале можно как-то грубо выделить вот так вот особо тут каждый зубик то не обязательно и да вот прямо так вот грубо а потом когда вот это все выделим можно уже подредактировать можно будет выбрать уже белый цвет и некоторые участки стереть вот давайте для начала так вот быстренько выделим вот никуда не торопитесь эта работа должна приносить нам как сказать удовольствие да если вы не будете получать удовольствие от этой работы лучше к ней вообще не подходите иначе блин ничего хорошего не получится и так вот мы выделили с вами дать зубы теперь давайте здесь нажмем на клавишу x x можно вот сюда нажать можно на клавишу x вот смотрите раз нажала клавишу x получился белый цвет теперь уменьшаем уменьшаем размер кисти так здесь даже можно вот это параметры нажатия и непрозрачность сбавить здесь тоже жесткость можно сбавить как бы не сильно да ну вот так вот где-то и вот здесь вот по краям давайте вот так вот проведем чтобы не было вот этих резких переходов так и в некоторых местах тут еще в некоторых местах тоже нужно нам сейчас с вами поработать вот эти вот десны мы не должны с вами трогать десны они у нас это же не мальда это же десна это это мясо не нужно его трогать оно не должно быть белым если хотите чтобы ваша работа приобрела так сказать хороший реалистичный вид то поработайте здесь как следует вот эти вот места некоторые вот так вот уберите здесь вот этот вот маску вот эту она здесь не должна находиться в общем ладно потом это можно еще будет под редактировать уже в самом конце при помощи обычного ластика в общем то ладно я так особо сильно стараться не буду это же у нас учебный видео урок так сказать да у пациентка конечно у нас это самое вот не очень довольны если мои зубы не хорошо так и по побелим но мы будем стараться так все после вот этого всего давайте нажимаем снова на инструмент бы это быстрая маска вот теперь зубы у нас выделились но не до конца да вот не до конца тут можно конечно немножечко еще так где у нас тут инструмент быстрое выделение вот здесь вот вот так вот поделать можно чтобы зубы были полностью выделены вот ну вот в общем то нормальненько теперь выбираем здесь инверсию выделения и и инверсия можно на shift ctrl ай нажать вот нажимаем на инверсию все теперь выделены только зубы опять же можно немножечко тут так вот поправить потому что видите тут зубы не все у нас как сказать выделены поэтому можно немножечко подправить аккуратненько ничего страшного не случится все теперь нажимаем на правую кнопку мыши только не забывайте чтобы у вас был выделен при этом какой-то инструмент выделения вот нажимаем на правую кнопку мыши и копируем эти зубы на новый слой не быть не вырезаем а копируем вот видите теперь зубы у нас еще одни появились сдублировались и можно теперь работать отдельно над этими зубами вот это первый шаг первый шаг основной так далее вспоминаем мои прошлые видео уроки где мы с вами изучали корректирующие слои нажимаем вот сюда вот и выбираем здесь такой корректирующий слой который называется световой тон насыщенность вот ну конечно вот этого цветовой то наставьте оставьте его не трогайте здесь выбирайте заказная и просто увеличивайте яркость вот этот вот ползутой нет для начала нажмите на клавишу alt и создайте обтравочную маску вот сюда нажимаете вот так вот видите такая стрелочка появилась нажали все теперь у нас все эти с вами коррекции будут отображаться только на зубах вот на этой фотке уже ничего отображаться не будет все эти изменения вот теперь нажимаем вот сюда вот и повышаем яркость видите повышаем яркость и такое вот у нас изменения происходит зубы белею белеют зубы на глазах так ну вот примерно так сильно мы не будем тут с вами да это самое обелять то то это получится уже неестественно это самый простой способ далее если вы хотите еще более сделать так естественно выбираем еще один корректирующий слой яркость нет яркости уровне вот а уровне здесь вот этот вот средний ползуночек немножечко влево влево чуть-чуть ой только естественно опять же не забываем обтравочную маску создать вот таким вот образом и немножечко влево видите зубы еще более светлыми становятся вот так чуть-чуть буквально много не надо вот так вот вот смотрите бывают случаи когда надо вообще чтобы зубы были идеальные видите зубы то в принципе белое но вот эти вот видите такие желтенькие налетики они все-таки проглядываются проглядываются чтобы их не было можно поступить продвинутым способом это вы уже не найдете в ютубе это я сам придумал да так выбираем здесь инструмент кисть ой не просто кисть не просто кисть господа я попутал выбирайте здесь кисть замена цвета вот замена цвета вот она у нас видите не простая кисть а именно замена цвета здесь выбираете белый цвет абсолютно белый вот и начинаете прямо по зубам прямо по зубам вот так вот начинаем обелять наши зубы вот смотрите-ка теперь у нас даже никакой наледи на зубах не будет если мы сейчас обелим вот так вот это получится вообще очень очень хорошие зубы наша пациентка будет в восторге от таких зубов я вам честно говорю конечно в идеале тут надо каждый зуб отдельно вот убили но я все подряд вот все подряд вот так вот господа видите зубы уже у нас как бы однородный фон у зубов появился нету такой ярко выраженной наледи там другого цвета да и теперь еще последний такой последний шажок выбираем здесь инструмент инструмент пластик здесь все вот эти вот параметры немножечко с вами уменьшим чтобы не было таких особо резких таких разрывов так здесь жесткость тоже убавьте и вот с краев с краев вот так вот просто сотрите чтобы не было этих резких переходов чтобы было более все естественно выглядело и тогда действительно ваша работа будет очень хорошей вот так вот прямо вот здесь вот по краям вот так вот проведите ай-яй-яй-яй не сюда блин немножечко я тут это самое небрежно немножко делаю вот так вот чуть-чуть буквально вот так проводите не бойтесь ничего тут не испортится у вас таким вот образом смотрите у нас зубы зубы преобразились очень белые красивые зубы теперь можем даже сравнить результат для удобства можно просто вот вот сюда вот нажать вот были зубы такими темными до желтыми непонятными желто-черными стали белыми такими снежные буквально красиво посмотреть действительно вот еще можно конечно долго улучшать это дело можно вот эти вот промежутки между зубами вот немножечко изначальный цвет придать чтобы это же у нас как бы не зубы да это пространство между зубами оно должно быть абсолютно черным поэтому тоже можно немножко поработать ну ладно я не буду особо так загоняться уже это вам на домашнее задание вот в общем то весь такой урок все вам секреты отбеливания зубов фотошопе я вам раскрыл все можете практиковать всем пока до следующих видео уроков